привет меня зовут светлана сегодня 9 октября 21 года и на канале очередной выпуск сегодня в программе сразу после анонса я представлю отчет по вышивке все по традиции в работе было задействовано два процесса очередная заготовочка для новогодней игрушки и продвижение основного многоцветного процесса затем друзья нам уже как близким распахнет свои двери далекое средневековье сегодня госпожа история познакомить нас с еще одной загадкой средневековья ассасинами и их основателем и духовным наставником хасаном ассабахом имя ассасинов секты таинственных убийств некогда возникший на мусульманском востоке во все времена внушала ужас они своим презрением к смерти и настойчивостью в достижении цели сумели внушить трепет правителям они расправлялись с любым кто был противен их вере или ополчался на них ну а пока вернемся к первому пункту программы к отчету на прошлой неделе друзья я вышла очередную заготовочку для новогодней игрушки это котик генри в костюме придворного шута у генри очень красивый шутовской колпак на половину золотой с бубенцами на кончиках на шейной ленте тоже золотое украшение висит очень нравятся его изумрудные глаза тоже взгляд такой проникновенный загадочный вот такой хорошенький шут генри красавчик тоже вышивался легко усы быстро и весело появились у нашего персонажа мальчик потому что вот такой хорошенький вот так смотрится издали красавчик генри вышиваю я вышивала вот этих всех кошечек вот адель красавица леди пинг ее госпожа розалинда красавица с золотым медальоном на шейной ленточке в виде сердечка и сильва прекрасная сильва какие у нее глубокие глаза взгляд какой проникновенный красавица просто ну и мальчик вот этот джестер генри так вышивала и всех по бумажным схемам 40 на 50 размер цветов задействовано по моему 27 называется кур джестер китти спрашивали у меня что это за журнал друзья так я и не нашла какой-то американский журнал вот комплект вышивки от вермиллион китти вот так я гуглила схему показывает а как что как называется сам журнал я не нашла ну вот такое вот такие красавицы у нас да кур джестер как придворный шут переводится вот такой у нас генри в таком костюмчике да теперь у нас готов полный комплект все готовы к балу маскараду уже слышится вальс штрауса ощущается волнующий трепет кошечек особенно тех кого впервые выявили так сказать свет горят свечи в бокалах играет шампанское в воздухе витает аромат всевозможных духов смешиваясь и растворяясь поражают своим невероятным блеском сверкающие отовсюду украшение на прекрасных кошечках то таинственно мерцая в уголках зала то ослепляя в круговороте вальса под ярким светом многочисленных свечей все ожидают чудо которое непременно должно произойти в новогоднюю карнавальную ночь ну а впереди друзья мне еще предстоит конечно сборка игрушечек и тогда уже все будет абсолютно готова к празднику вышивались кошечки легко схемы не сложные дак они нет ну понятно не без того были стежки 1 4 крестика но ничего справиться как оказалось можно да и бэк стич но он не не сложный понятный с усами конечно у меня были некоторые небольшие осложнения но тоже все преодолимо все я рада что у меня они теперь есть и готовы к празднику ну вот друзья а теперь перейдем к моему одному из любимых процессу напомню друзья я вышиваю картину которая называется любимая мелодия по схеме разработанной творческой мастерской артель белый кролик который в свою очередь разработали схему по картине известного итальянского художника евгению эдуарду зампиги схема большая уровень сложности 5 размер 576 на 420 стежков 200 цветов задействована в работе из них 102 бленда и понятное дело масса одиночек двушек трешек четырешек 5 6 7 12 18 23 и максимум на выделенном участке в 2100 это 132 по моему крестика одним цветом а так все смешано так ну хотелось бы мне в начале сейчас я как обычно найду ручку которую загодя готовлю и постоянно ее ищу вот она хочу показать где мы с вами уже находимся а находимся мы с вами пока еще по прежнему верхнем левом углу да я начинаю вышивку так как читаю и как пишу слева направо сверху и вниз рядами выделенными участками и вот так заполняю насколько позволяет рама у меня канва подвернуто завернуто вот так вот до до розочки ее она свернута я не могу еще вышивать но тем не менее девочка настойчивая и она всячески проявляется уже на конве и так мы с вами значит берем скатерть ее часть уже нижнюю и снова идем стол уже продлились ножки нашего джузеппе появилась уже рука розочки ее предплечье один одеяние всевидящее око горшочек с кашей дальше идем по стене с облупившейся штукатурочкой и до упора все вот эта часть вот эта часть левая верхняя уже вышита и составляет приблизительно 22 процента все показала где мы теперь можем переходить непосредственно к вышивке но телефон друзья сейчас буду уже брать в руки потому что так у нас ничего с вами не видно сколько чего уже растет процесс и не так то просто с одного кадра все показать вот потрясающая скатерть складки друзья меня не перестают удивлять своей натуральностью и объемом все так же великолепно натурально естественно мне очень нравится пока на данном этапе на сегодняшний день так сказать мне нравится как разработана проработана схема все замечательно так извините за свистопляску вот так у меня получается удержать телефон телефон так теперь у нас появился и проявился отчетливо стол вот угол стала замечательно виден понятен проработан вторая складка соответствующая на штанишках бриджах нашего джузеппе образовавшийся об угол стала общем очень хорошо манжетики видно все понятно вот его вторая ножка сзади него уже примастилась наша розочка красавица активная такая девица очень нетерпеливая по характеру активная жизнерадостная плесунья уже ее рука нежная светлая радует что нет никаких пятен никаких крапучем все хорошо от ее пальчик виден все хорошо пока блузочка тоже хорошо складочки показаны на блузе нравится мне проработана как схема это что получается полностью все же у нас вышита между ножи нашего джузеппе который уселся на угол стола так сейчас надо может вот так приподнять схему да вот он радостный веселый играет ждет свою подругу и интересно уже появляются я не знаю гольфы гетры высокие носочки голубенького цвета а ну где схема сейчас друзья покажу вам вот его носочки проявляются очень красивая интересная картина мне нравится невероятно всегда вышиваю приносит мне удовольствие прекрасное настроение я смотрю на героев на джузеппе розочку хоть она и весьма частично проявляется но от нее уже исходит энергия задор нетерпение активность такая на вихрь по характеру ураган девица ну вот такие наши друзья друзья а я не я наверное не сказала на всего вышита пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать крестиков да я вышиваю крестиком два сложения нити ниточки дмс канва восемнадцатого каунта вышиваю по электронной схеме приложение сага мне нравится все устраивает выделяю участок в две тысячи сто вышиваю с телефона сколько позволяет экран от меньшего к большему вот такой результат за прошедшую неделю около четырех тысяч что ли подсчитывала три восемьсот чем-то или три девятьсот ну в общем около того я не веду не подсчитываю скрупулезно потому что ну как-то где-то звучал вопрос сколько в день ты вышиваешь крестиков ну вот в моем случае это как средняя температура по госпиталю у меня день на день вообще не похож и не приходится бывает сколько бывает и четыреста и девятьсот и тысячу четыреста как-то если я весь день могу просидеть бывает сто ну вот вот такой разбег так что ну я никогда не считаю вот сколько именно вот если бы не сага мне совершенно не принципиально вот сколько именно крестиков я вышила я просто смотрю на результат на конве что получается сколько вышито и все хочется идти вперед вперед дальше дальше ну понятно что в преддверии нового года да у меня тоже такая есть традиция обязательно игрушечки я пополняю коллекцию новогодних вышитых игрушек мне очень нравится когда гости взрослые люди замирают возле елки разглядывая новогодние игрушки это просто я смотрю заражаюсь заражаюсь энергией восхищением да я сама и казалось бы вышиваю игрушки уже насмотрелась налюбовалась пока их всех соберешь сделаешь сошьешь и тем не менее засматриваюсь иной раз вот так вот глаз не оторвать масса сюжета и пейзажей зимних деревушек в общем очень большая коллекция у меня вышитых новогодних игрушек останавливаться все равно не хочется вот теперь у меня кошечки новые появились ну надеюсь что я продолжу еще что-нибудь вышивать ну а в декабре уже вплотную засяду за сборку заготовочек буду уже непосредственно сшивать игрушечки ну и понятно я не могу оторваться от любимой мелодии от картины сложно переключаться я вот беру за игрушку и вот пока не закончу кошечку только затем перехожу к джузеппе иначе на меня давит брошенный сюжет оставленной кошечка мне кажется она там пищит и требует внимания ну вот так одна процессница что ты что тут поделаешь ну все друзья давайте теперь перейдем к исторической части я постараюсь вставлять картинки для вас если будет интересно посматривайте на экран они будут отображать тематику исторического сюжета который я буду вам читать с большим удовольствием буду тоже знакомиться тема для меня тоже совершенно новая незнакомая тоже интересно ну что друзья по традиции берем все необходимое в дорогу в путешествие и отправляемся в средневековье старец горы и ассасины рай покоится в тени сабель хасан хасан ассабах старец горы имя ассасинов или хашишинов секты таинственных убийц некогда возникшие на мусульманском востоке во все времена внушало ужас они своим презрением к смерти и настойчивостью в достижении цели сумели внушить трепет правителям они расправлялись с любым кто был противен их вере или ополчался на них они объявляли безжалостную войну любому мыслившему иначе запугивая его а чаще убивая язык кинжала красноречивее уговоров их имя с давних времен вызывало трепет потому что означало скорую неминуемую смерть из-за угла жертвами ассасина расправлялись неожиданно из-под тишка секретная террористическая организация с жесткой внутренней иерархией дисциплиной фанатичной преданностью своим лидерам в результате своей деятельности и окружавшей ее мистической атмосферы приобрела влияние совершенно не соответствовавшей ее численности лет 20 назад авторы немецкой энциклопедии с удивлением отметили некоторые военизированные подпольные организации в исламских странах ведущие борьбу против неверных считают своими предшественниками средневековых ассасинов тысяча лет прошла а дело их живо так кто же ассасины по отношению к традиционному исламу ассасины составляли секту внутри секты независкое ответвление исмаилитского крыла шиитского толка секту достаточно сильную чтобы образовать собственное государство существовавшее больше полутора веков до 1256 года на территории нынешнего Ирана во главе их стоял человек носивший титул горного старца Хасан Рашид Аддин Ассинан Ассабах незариты боровшиеся за свое существование во враждебном им и при том исламском окружении стали применять жестокий террор направленный на мусульман других толков кроме того сирийские незариты участвовали также и в открытой и в тайной войне с крестоносцами исполнителями терактов были хашишиум с арабского употребляющий гашиш которые прославились в Европе под именем ассасинов во французском а потом и в других европейских языках это слово приобрело значение убийца в священных книгах ислама Коране и других религиозно-философских источниках средневековья наркотики не упоминаются так же как и в Ветхом Завете речь там идет исключительно о ритуальных благовониях шам и так само понятие ассасин неразрывно связано с именем исмаилитского проповедника хасана ассабаха основателя и духовного наставника тайного братства убийц родился хасан ассабах около тысячу пятидесятого года в персидском городе кум став сторонником исмаилитов он знал что выбирают долгую беспощадную борьбу враги будут грозить со всех сторон хасану было двадцать два года когда его приметил глава исмаилитов персии и не ошибся но кто такие исмаилиты и где корни конфликта между ними и прочим исламским миром еще в середине седьмого века среди мусульман появились шииты так стали называть сторонников али двоюродного брата и зятя мухаммеда после убийства али вокруг шиитов сплотились все недовольные властью теперь халифами становились лишь арабы из рода амейдов их незаконная власть считали шииты была главной причиной неурядиц стране лишь прямые потомки пророка могли быть стражами истины и закона вожди шиитов имамы являясь потомками али по прямой линии и значит восходя к пророку имели право на власть в 765 году в шиитском движении наметился раскол когда умер шестой имам сменивший али его преемником был выбран не старший сын исмаил а младший это привело к бунту недовольные считали что традиция прямого наследования нарушена и остались верны исмаилу их то и назвали исмаилитами начиная от сына исмаила мухаммеда они вели отчет ветви скрытых имамов и боролись за возрождение их власти совершенно неожиданно их проповедь снискала успех к ним по разным причинам влекло самых разных людей правоведы и богословы были убеждены в правоте притязаний исмаила и его прямых наследников мимо предложенных ими изощренных философских толкований веры не могли пройти люди ученые беднякам же больше всего нравилась идея деятельной любви к ближним которую провозгласили исмаилиты и понятная программа действий толкуя тексты Корана проповедники то и дело смущали умы слушателей и разжигали их любопытство неприметными намеками и оговорками повторяя раз за разом по сему поводу исмаилиты полагают то что они изрекали противной религии признавал позднее Хасан один из самых рьяных его последователей возразить исмаилитам было невозможно они умели вывернуть любую истину наизнанку и переначить ее готовы были произнести любую ложь чтобы очернить собеседника как вспоминал своей автобиографии Хасана Сабах таинственный проповедник увлекший его новым учением всякий раз опровергал его веранья и подтачивал их в десятом веке исмаилиты основали свой халифат названный в честь фатимы дочери пророка и вдовы али со временем их власть настолько окрепла что в девятьсот шестьдесят девятом году их армия фатимитского халифата он располагался в тунисе вторглась в египет и захватив страну основала город Каир новую столицу в период расцвета этот халифат охватывал Северную Африку Египет Сирию Сицилию Йемен и священные города мусульман Мекку и Медину впрочем к середине одиннадцатого века власть фатимитских халифов уже пошатнулась однако исмаилиты упрямо верили что только они подлинные хранители идей пророка хотя все кто боролся с ними считали что цель же их была одна во что бы то ни стало разрушить ислам будущий основатель ордена ассасинов увидел в эсмайлизме большой потенциал для реализации своих планов пройдя путь духовного воспитания под руководством опытных проповедников хасан ассабах поднялся на достаточно высокую ступень в братстве но ему этого было мало он стремился к высшему руководству и тогда хасан принял решение создать свою собственную организацию которая будет выполнять только его волю в качестве плацдарма он выбрал горную крепость Аламут которая находилась в горах Эльбруса близ Каспия скала Аламут что в переводе с местного наречия означает гнездо орла на фоне гор казалось естественной природной крепостью подходы к ней были перерезаны глубокими ущельями и бушующими горными потоками выбор ассабаха во всех отношениях оправдывал себя нельзя было представить более выгодного в стратегическом отношении места для создания столицы символа тайного ордена в 1090 году Хасан занял ее сумев проповедью привлечь гарнизон на свою сторону он превратил Аламут в религиозный политический центр будущего исмаилитского государства позднее хашишины также захватили ряд крепостей в горах Курдистана Фарса Альбурса а также несколько замков на западе в горных районах Ливана и Сирии своей целью Хасан Ассабах провозгласил уничтожение власти сельджук и освобождение Ирана от их господства Ассабах установил в Аламуте для всех без исключения очень суровый образ жизни первым делом он демонстративно в период мусульманского поста Рамадан отменил на территории своего государства все законы шариата он наложил строжайший запрет на любое проявление роскоши за малейшее отступление грозила смертная казнь ограничения касались всего перо потешной охоты внутреннего убранства домов дорогих нарядов и тому подобное так богатство теряло всякий смысл зачем оно нужно если его нельзя использовать на первых этапах существования ламутского государства Ассабаху удалось создать нечто похожее на средневековую утопию которой не знал исламский мир и о которой даже не задумывались европейские мыслители того времени таким образом он фактически свел на нет разницу между низшими и высшими слоями общества по мнению некоторых историков государство исмаилитов низоритов сильно напоминало коммуну с той разницей что власть в коммуне принадлежала не общему совету вольных тружеников а жесткому авторитарному духовному лидеру вождю сам Ассабах подавал своим приближенным личный пример до конца своих дней ведя чрезвычайно аскетичный образ жизни в своих решениях он был последователь если того требовало дело бесконечно жесток объявив о создании государства Ассабах отменил все сельжукицкие налоги а вместо них приказал жителя маламута строить дороги рыть каналы и возводить неприступные крепости по всему миру его агенты проповедники скупали редкие книги и манускрипты содержавшие различные знания ассабах похищал или приглашал в свою крепость лучших специалистов из различных областей науки начиная от инженеров строителей заканчивая медиками и алхимиками хашашины смогли создать систему фортификации которая не имела себе равных а их концепция обороны вообще на несколько веков опередила свою эпоху сидя в своей неприступной горной крепости ассабах отправлял убить смертников по всему государству сельджукидов но к тактике этой изолированию террористов убийц ассабах пришел не сразу существует легенда согласно которой он принял такое решение благодаря случаю во всех концах исламского мира по поручению ассабаха рискуя собственными жизнями действовали многочисленные проповедники его учения в 1092 году в городе сава расположенном на территории сельджукидского государства проповедники хашишинов убили муэдзина опасаясь что тот выдаст их местным властям в отместку за это преступление по приказу унизама альмулька главного визиря сельджукидского султана предводителя местных исмаилитов схватили и предали медленной мучительной смерти после казни его тело показательно протащили по улицам савы и на несколько дней вывесили на главной базарной площади это казнь вызвала взрыв негодование и возмущение в среде хашишинов возмущенная толпа жителей ламута подошла к дому своего духовного наставника и правителя государства легенда гласит о том что ассабах поднялся на крышу своего дома и громогласно произнес убийство этого шайтана превосхитит райское блаженство не успел ассабах спуститься в свой дом как из толпы вышел молодой человек по имени бутахирарани и опустившись на колени перед ассабахом изъявил желание привести в исполнение вынесенный смертный приговор даже если при этом придется заплатить собственность жизнью ранним утром 10 октября 1092 года вооруженному отравленным кинжалом бутахирарани удалось проникнуть на территорию дворца визиря спрятавшись в зимнем саду он терпеливо ждал свою жертву во время обычной прогулки визиря окруженного приближенными а ранее улучшив удобный момент подскочил к визирю и нанес ему по меньшей мере три удара стража подоспела слишком поздно прежде чем убийца был схвачен визирь уже умер стража практически растерзала о ране но смерть низама альмулька стала символическим сигналом штурму дворца ассасины окружили и подожгли дворец визиря смерть главного визиря государства сельджукидов вызвала настолько сильный резонанс во всем исламском мире что это невольно подтолкнуло особаха к очень простому но тем не менее гениальному выводу можно выстроить весьма эффективную оборонительную доктрину государства и в частности движение исмаэлитов назаритов не затрачивая значительных материальных средств на содержание большой регулярной армии необходимо было создать свою спецслужбу в задачи которой входило бы устрашение и показательное устранение тех от кого зависело принятие важных политических решений спецслужбу которой ни высокие стены дворцов и замков ни огромная армия ни преданные телохранители не могли бы ничего противопоставить чтобы защитить потенциальную жертву прежде всего следовало наладить механизм сбора достоверной информации к этому времени у Ассабаха во всех уголках исламского мира уже действовало бесчисленное количество проповедников которые регулярно сообщали ему обо всех событиях однако новые реалии требовали создания разведывательной организации качественно иного уровня агенты которой имели бы доступ к высшим эшелонам власти хашашины одни из первых вели понятия вербовка имам вождь исмаилитов обожествлялся преданность единоверцев Ассабаху делала его непогрешимым его слово было выше закона его воля это воспринималось как проявление божественного разума исмаилит входящий в разведывательную структуру считал выпавшую ему долю проявлением высшей милости Аллаха ему внушалось что он появился на свет лишь для выполнения своей великой миссии перед которой меркнут всемирские соблазны и страхи благодаря фанатичной преданности своих агентов Ассабах был информирован обо всех планах врагов исмаилитов однако организация террора была немыслимо без создания продуманной технологии подготовки профессиональных убийц которых равнодушие к собственной жизни и пренебрежительное отношение к смерти делала практически неуязвимыми в своей штаб-квартире в горной крепости Аламут Ассабах создал настоящую школу по подготовке разведчиков и диверсантов террористов к середине 90-х годов 11 века Аламутская крепость стала лучшей в мире академией по подготовке тайных агентов узкого профиля действовала она крайне просто тем не менее достигаемые ею результаты были весьма впечатляющими из Аламута Хасан рассылал проповедников которые вербовали новых сторонников а вслед за проповедниками шли воины силой ломая сопротивление непокорных когда же и воины терпели поражение в путь отправлялись смертники они проникали повсюду неся смерть недругом горного старца ах ассан ассабахи уже при жизни ходили легенды говорили что он постоянно пребывал в Аламуте составляя письма и руководя военными дипломатическими операциями на протяжении всех этих лет он лишь дважды выходил из дома и дважды поднимался на крышу собственного дворца до конца жизни а умер он 90-летним стариком ему удавалось скрывать от своих подданных свои болезни и немощи в тяжелый момент ассабах отослал своих дочерей и жену в отдаленную крепость где они пряли пряжу и уже не вернул их назад говорят что этот поступок стал прецедентом после этого исмаилистские вожди руководя военными действиями никогда не держали при себе женщин что отличалось от обычной мусульманской практики своих сыновей он казнил одного за другим первого по обвинению в убийстве которое как позднее выяснилось оказалось ложным другой сын скорее всего был наказан на основании строгого хадиса который осуждает на смерть за повторное нарушение когда приверженцы особаха составили для него генеалогию возводящую его чуть ли не к пророку он выбросил ее в воду заявив что предпочел бы быть любимым слугой имамом чем его недостойным сыном старец горы искренне считал что захват и обращение в истинную веру близлежащих каламату городов а также утверждение незарядской доктрины в сирии лишь начало всеобщей революции против суннитских ценностей являясь главой государства хасана собак обладал неограниченной политической и духовной властью его учение лишенное сложных философских конструкций понятное людям всех сословий стала официальной религией его последователей более двухсот лет ассасины держали в страхе весь ближний восток одетые в белые одежды подпоясаны красными поясами что символизировало готовность принять мученичество во имя веры ассасины проникали повсюду приводя в исполнение решение своего лидера одним из первых от кинжалов ассасинов пал уже упоминавшийся здесь визирь Маликшаха Низам Альмульк который долгое время был другом старца а потом стал его золейшим врагом вернемся к дням юности ассабаха жили были трое подающих надежды юношей когда в молодости хасан ассабах учился в мадресе города нишапур он подружился с двумя молодыми людьми однажды они поклялись друг другу что тот кто первым добьется успеха в жизни поможет остальным никто из них не знал тогда что один из трех друзей станет визирем другой предводителем религиозной секты а третий прославится как великий поэт это были Низам Альмульк Хасан Ассабах и Амар Хайям первым добился успеха Низам он стал визирем сельджукского султана Маликшаха правившего в Персии помня о договоре Низам помог друзьям Амара который не стремился к высоким постам и богатству он обеспечил достаточными средствами чтобы тот мог безбедно жить в родном городе заниматься науками и поэзией Хасану Низам дал место при дворе но время и придворная служба накладывают свой отпечаток на людей и меняют их в какой-то момент Низаму показалось что Хасан претендует на его место более искушенный в придворных интригах он добился от султана чтобы Хасана отправили в ссылку неудачливый царедворец уехал в Египет где стал последователем Исмаэлитов и вскоре организовал секту ассасинов султан Маликшак занятый борьбой с внешними врагами достаточно долго не уделял должного внимания сепаратистам однако после убийства своего визиря он решил покончить со своими противниками и возглавил войско двинувшиеся на подавление восстания Исмаэлитов однажды утром проснувшись в своем шатере он обнаружил у изголовья воткнутый в землю кинжал султан понял намек и оставил Исмаэлитов в покое что однако не спасло его впоследствии от гибели от руки убийцы смертника предание гласит о том что по приказу Хасана Асабаха на воротах крепости Аламут была прибита бронзовая табличка на которой выгравировали имя Бута Хирарани первого погибшего адепта а напротив имя его жертвы главного визиря Низама Альмулька с годами эту бронзовую табличку пришлось увеличить в несколько раз так как список составлял уже сотни имен визирий князей мул султанов шахов маркизов герцогов и королей с конца одиннадцатого до середины двенадцатого века жертвами Исмаэлитов стали многие политические деятели в том числе два аббасидских халифа ходили слухи что Ричард львиное сердце нанял ассасинов для покушения на французского короля и Конрада монферадского о покушении на Филиппа второго историком неизвестно а смерть Конрада может служить примером феноменальной преданности и самопожертвования ассасинов которые ужаснули современников 28 апреля 1192 года марграф Конрад Монферадский один из вождей крестоносцев король Иерусалима и соперник английского короля Ричарда первого львиное сердце заехал пообедать к епископу Буэ Филиппу Дедре на обратном пути когда он возвращался домой верхом в сопровождении небольшого эскорта на узкой улочке Тира в рядах менял двое мужчин нанесли ему множество ножевых ран один из них тут же был убит охраной второй скрылся незамеченным но узнав что Конрад только ранен пробился к нему и нанес смертельный удар а потом умер под пытками признавшись что заказчиком убийства был Ричард львиное сердце но все летописи доведшие до потомков подробности тех событий не сомневаются делом чьих рук было убийство влиятельного франков это были ассасины их глава якобы еще задолго до этих событий внедрил обоих в окружение Конрада где они как мнимые христианские новообращенные причем именно Конрад был крестным отцом одного из них из-за своей набожности пользовались всеобщей любовью речь идет распространенной у шиитов практики называемой такия ее принцип заключался в том что внешне необходимо придерживаться взглядом окружающего тебя общества но на самом деле полное доверие подчинение необходимо выражать только своему лидеру убийство Конрада в столь важный момент истории государства крестоносцев на территории Палестины и Малой Азии можно считать показательным для ассасинов публичное убийство одного из вождей крестоносцев произвело неизгладимое впечатление на современников для раннего средневековья практика тайных заговоров в результате которых сильные мира сего погибали от яда или предательства на поле брани была обычным делом однако открытое убийство возведенное в политический принцип это было визитной карточкой ассасинов информированные люди при дворах тогдашних властителей отнюдь не находились в плену средневековых предрассудков предпочитая давать всему вполне логичное объяснение в то время как полграмотные крестоносцы испытывали суеверный ужас перед могуществом старца горы один из немецких летописцев изложил историю с убийством Конрада на вполне доходчивом для нас языке логике как оказалось Конрад захватил торговое судно принадлежавшее Исмаэлитам и хвощ старец горы дважды требовал возврата корабля и перевозимого им груза на деле житель города Тирбер Бернардю Тампель сообщая Конраду о судне с богатым грузом заверял что мог бы завладеть им таким образом что никто никогда ничего бы не узнал тогда добавляет хронист однажды ночью он приказал утопить матроса в море а потом свалил это убийство на одного из многочисленных мелких правителей палестинских земель ярость старца горы могла утолить лишь смерть Конрада любопытнее всего что старец сам изложил всю эту историю в своем письме адресованном герцогу австрийскому до сих пор точно неизвестно как Хасан добивался такой невероятной можно сказать абсолютной преданности один из самых известных источников рассказ знаменитого путешественника Марка Пола достоверность которого правда ставится под сомнение многими исследователями что же за историю рассказал своим читателям Марко Пола Марко Пола в своем рассказе о старце гор услышанным почти через 200 лет после описанных событий ни разу не упоминает Гашиша дважды он говорит что юношей опаивают вызывая сон их напоят сонными берут и вводят в сад там их будят приказывает он напоить столько юношей сколько пожелает когда же они заснут приказывает перенести их в свой дворец таинственный напиток быть может и имел в своей основе каннабис и вызывал он сказочные сновидения рай обещанный пророком мухаммедом но кратчайшая дорога в рай пролегала через героическую смерть в битве с неверными так ли это все было на самом деле после падения государства низоритов в 13 веке за изучение их истории взялись персидские историки то что архивы низоритов практически не сохранились а их истории занялись их традиционные противники не могло не наложить отпечатка на последующую интерпретацию истории иранских и сирийских низоритов западные историки вначале приступили к изучению ассасинов с точки зрения крестоносцев постепенно рассказы европейцев дополнялись сведениями поздних арабских историков термин ассасин использовали не только христиане и иудеи но и некоторые мусульманские писатели затем возник вопрос почему собственно это название пристало к низоритам сельвестер сельвестер де саси известный французский арабист начала 19 века был первым европейским исследователем который сначала связал гашиш с насилием и с ассасинами тот самый де саси которого в группе других ученых наполеон привез в египет изучать обычаи и нравы мусульманского ближнего востока тот самый де саси что испытал воздействие гашиша на себе в 1809 году сельвестер де саси высказал идею что загадочный напиток старца гор из путешествия марка пола благодаря которому он вводил своих ассасинов в рай и тем самым делал их абсолютно послушными и был гашиш но вскоре де саси отверг предположение что незариты использовали гашиш чтобы ввести Федаев в состояние необходимое для совершения публичных убийств долгое терпеливое выслеживание жертвы и использование любой удобной возможности для совершения убийства исключает применение любого наркотика в качестве одномоментного стимулятора сегодня считается что враги намеренно уподобляли незаритов наркоманам подчеркивая низменность и иррациональность их действий но возможно что все же гашиш имел место в подготовке федаев на этапе предварительной обработки для создания осязаемых райских видений федаи должны были проникнуться мыслью что рай есть и он доступен после выполнения воли горного старца мусульманские авторы были уверены что федаи должны были проходить какую-то особую подготовку ибнал джаузи писал что хасан ассабах приглашает к себе простака и кормит его орехами кориандром и медом чтобы стимулировать его умственные способности затем хасан рассказывает ему о страданиях семьи пророка напоминает что харииты приносили свои жизни в жертву сражаясь с врагами и говорит собеседнику что тот должен по крайней мере столь же охотно пожертвовать жизнью за истинного имама историк Абдей Рахман из Дамаска в своем труде искусство лжи описывал еще один способ обмана последователей и запугивания врагов в одном из зала Валамутской крепости над скрытой в каменном полу ямой было установлено большое медное блюдо с аккуратно вырезанной по центру окружностью по приказу Ассабаха один из хашинов прятался в яме просовывая голову через вырезанное в блюде отверстие так что со стороны благодаря искусному гриму казалось будто она отсечена в зал приглашали молодых адептам и демонстрировали им отсеченную голову неожиданно из темноты появлялся сам Ассабах и начинал совершать над отсеченной головой магические жесты и произносить на непонятном языке таинственные заклинания после этого мертвая голова открывала глаза и начинала говорить Ассабах и остальные присутствующие задавали вопросы относительно рая на которые отсеченная голова давала более чем оптимистические ответы после того как приглашенные покидали зал помощнику Ассабаха отрубали голову и на следующий день выставляли ее на показ перед воротами Аламута или другой эпизод доподлинно известно что у Ассабаха было несколько двойников на глазах у сотен рядовых хашишинов двойник одурманенный наркотическим изельем совершал показательное самосожжение таким способом старец горы якобы возносился на небеса каково же было удивление хашинов когда на следующий день Ассабах представал перед восхищенной толпой целым и невредимым неизвестно так ли все было или это пропаганда врагов но желающих вступить в братство Исмаилитов было немало из них отбирались только самые убежденные Ассабах сделал процесс вступления в орден очень сложным примерно из двухсот кандидатов к завершающей стадии отбора допускали максимум пять десять человек перед тем как попасть во внутреннюю часть замка кандидату сообщалось о том что если он приобщится к тайному знанию обратного пути из ордена у него не будет одна из легенд гласит о том что Ассабах будучи человеком разносторонним имевшим доступ к разного рода знаниям не отвергал чужого опыта считая его желанным приобретением так при отборе будущих террористов он воспользовался методикой древних китайских школ боевых искусств в которых отсеивание кандидатов начиналось задолго до первых испытаний молодых юношей желавших вступить в орден держали перед закрытыми воротами от нескольких суток до нескольких недель только самые настойчивые оставались у ворот и их приглашали во внутренний двор там их заставляли несколько дней впроголодь сидеть на холодном каменном полу довольствуясь скудными остатками пищи и ждать порой под ледяным проливным дождем или снегопадом когда их пригласят войти внутрь дома время от времени на внутреннем дворе перед домом особаха появлялись его адепты из числа прошедших первую степень посвящения они всячески оскорбляли даже избивали молодых людей желая проверить насколько сильно и непоколебимо их желание вступить в ряды хашишином в любой момент молодому человеку позволялось подняться и уйти во своясь и лишь прошедшие первый круг испытаний допускались в дом великого владыки их кормили отмывали переодевали в добротную теплую одежду для них начинали приоткрываться врата иной жизни ряды также пополнялись за счет детей которых покупали у нищих родителей и воспитывали в духе абсолютной преданности и беспрекословного повиновения ученик давал клятву что никогда не предаст братьев не изменит тайным заповедям открытым ему его тщательно проверяли и лишь после этого решали станет ли он проповедником тайным агентом или же пополнит ряды смертников для того чтобы успешно выполнить задание требовалось долго готовиться фидаи изучали иностранные языки актерское мастерство искусство изменения внешности в зависимости от поставленной задачи они меняли вероисповедания становились дервишами солдатами торговцами лекарями и даже монахами проникая в самые охраняемые дворцы и замки среди историков и сегодня основным предметом дискуссии остаются два вопроса справедливо ли обвинять в том или ином убийстве смолеитов и в чьих интересах совершались эти злодеяния за исключением редких случаев мы никоим образом не можем быть уверены что каждое отдельное убийство было в действительности делом рук Исмаэлитов так как те же методы борьбы пользовались успехом и среди их противников и даже в тех случаях когда низориты открыто брали на себя ответственность за злодеяния они могли поступать так исключительно из политических соображений писал выдающийся исследователь истории низоритов маршал Ходжсон Случай с убийством марграфа Конрада Монферадского описаны и выше и яркий пример подобных сомнений историки могут спорить осуществили ли ассасины это убийство в силу тех причин о которых писал в письме герцогу австрийскому старец горы или они действовали по наущению короля Англии с которым Ассабах заключил соглашение однако в любом случае цивилизованной подоплеки в практике убийств не было убийство представляли незоритам эффективным способом ведения политики не более того со многими христианскими правителями они поддерживали вполне дружеские отношения историки полагают что в один момент сирийские незориты по договоренности с орденом тамплееров готовы были даже перейти в христианство в разное время незориты заключали тактические союзы и с суннитами и с ортодоксальными шиитами и с христианами а на последнем этапе своего существования и с монголами Хасан Ассабах умер в 1124 году в возрасте около 90 лет смерть основателя братства практически не повлияла на его дальнейшую судьбу настолько продуманной и четкой была его структура последователи и преемники горного старца расширяли территорию влияния захватывали и строили новые крепости с 1090 по 1162 год утвердили незоритскую общину в роли независимой силы во второй период с 1162 по 1210 год незоризм подвергся подвергся радикальной перестройке со стороны имамов которые отвергли мусульманское общество в целом и замкнулись в рамках собственного духа и учения стремясь обрести внутренний мир и спокойствие с опорой на оригинальное эзотерическое толкование исламских ценностей в завершающий период с 1210 по 1256 год эта попытка потерпела полный провал и незориты устремили все свои усилия на достижение другой цели они пожелали валиться в сунницкое общество как одно государство среди множества прочих держав это была последняя попытка выжить политически и организационно к 1256 году иранские крепости и незоритов были разрушены монгольскими войсками монголы расправились с ассасинами после того как были разрушены горные цитадели сдавшиеся гарнизоны были поделены между монгольскими военно-начальниками однако вскоре пришел приказ уничтожать всех исмаилитов без разбора началось их поголонное истребление в Кухистане монголы окружили 80 тысяч человек и перебили всех сунницкие вожди привезенные монголами ученые с любопытством обследовали уникальную библиотеку Аламута прежде чем предать ее огню но секта исмаилитов уцелела сейчас потомки исмаилитов ассасинов мирно живут в Восточной Африке Индии Пакистане Иране а также составляют большинство населения горно-бадахшанской автономной области Таджикистана но методы использовавшиеся древними ассасинами живы и поныне и сегодня мусульмане фундаменталисты убивают ради того чтобы побыстрее оказаться в раю обещанным тем кто примет смерть мученика за веру вот так друзья а на сегодня все пишите комментарии мне важно знать ваше мнение ставьте лайки дизлайки я желаю всем мира здоровья и благополучия встретимся в следующем виде видео а на сегодня все пока пока